Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Александр Сапожников, заместитель начальника отдела антимонопольного контроля УФАС России. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр Александрович, давайте сегодня поговорим о технологическом присоединении к электрическим сетям. Давайте, потому что тема очень интересная и волнующая. Итак, куда следует обращаться при необходимости подключения к электрическим сетям? Ну, для начала нужно определиться, куда. Для этого в Российской Федерации разработан некий закон, то есть они называются «Правила технологического присоединения к электрическим сетям», и вот в соответствии с ними вся процедура и осуществляется. И они нам, в общем-то, говорят о том, что за подключением таким надо обращаться в сетевую организацию. На территории Московской области порядка 70 их сейчас, но не в любую, а в ближайшую. То есть по месту жительства, где территориально вы находитесь, в принципе, находите или в интернете информацию и обращаетесь. Не совсем так. Нам поможет в этом администрация местная. Можно сделать к ней запрос, и в течение 15 дней они информацию подскажут, в какую сетевую организацию. Получается, если необходимо подключиться к электрическим сетям, то необходимо в первую очередь обратиться в администрацию муниципалитета по месту жительства. Если сомнения есть, да, обращайтесь в администрацию. Если сомнений нет, прям можете сразу в заявку в ближайшую. Какова процедура присоединения к электрическим сетям? Процедура, на самом деле, довольно-таки простая. Это подача заявки, заключение договора, его исполнение и само, по сути, фактическое присоединение и выдача уже документов, подтверждающих технологическое присоединение. В данном случае, почему вот этот вопрос в центре внимания Московского областного УФАС? Ну, потому что зачастую сетевые организации этот порядок могут нарушать эти, в общем-то, и, соответственно, когда нарушаются эти правила технологического присоединения, за это есть административная ответственность, в конце концов. А антимонопольный орган именно контролирует соблюдение сетевыми организациями этих правил. А все-таки за последнее время количество нарушений вот конкретно в этой области, оно увеличивается, уменьшается? Вот какая динамика? До середины текущего года количество нарушений, конечно, неуклонно росло. Но вот хочу обратить внимание, что середины этого года вступили в силу новые поправки к правилам технологического присоединения, которые упростили процедуру технологического присоединения очень сильно. И в связи с этим количество обращений начало потихонечку снижаться. На какой срок заключается договор и для всех ли он одинаков? Тут надо смотреть на мощность, с какой заявитель обращается в сетевую организацию. Если это, например, до 15 киловатт для физических лиц, потому что правила разделяют как физические лица и юридические. Если физические лица обращаются до 15 киловатт, определенный объем мощности, он хватит любому жителю на все практически. И юридические лица до 150, соответственно, договор заключается сроком на 6 месяцев выполнения мероприятия. Какие проблемы возникают в ходе подключения? Значит, если брать по процедуре нарушения, то возникает следующее. Во-первых, это уклонение сетевой организации от заключения договора. Вот, может, заявитель же опять же обратится в местную администрацию, те укажут, куда следует. Он обращается, а Тивая говорит, что... Мы не можем провести. Ну, не можем, а идите в другую сетевую организацию, а не для вас ближайшая. Но тут надо уже ориентироваться на, соответственно, сведения, которые администрация. Ну, бывают такие случаи. Второе, это же опять на стадии заключения, например, на вязывание невыгодных условий. Потому что правилами четко определено, что должно быть в договоре, в технических условиях к договору. Ну, вот критерии подключения. А сетевые организации, в свою очередь, пытаются добавить в договор условия, которые заявителю невыгодны или вообще не относятся к данному договору. А кто вот все-таки больше всего обращается с жалобами непосредственно в Уфас, в Московской области? Это частные лица бизнеса или представители СНТ? Конечно, больше всего обращаются жители СНТ. Ну, наверное, потому что это связано с тем, что все-таки на территории Московской области таких объединений очень много. Жители, которые ведут свое хозяйство в индивидуальном порядке, значительно меньше. Ну, и, соответственно, из-за этого количества заявлений от лиц, которые проживают на территории или СНТ, или являются членами СНТ, оно преобладает. Какие чаще всего нарушения? Вот вы выявляете, и с чем чаще всего обращаются? Чаще всего выявляем нарушения, связанные с невыполнением мероприятий в срок. То есть договором предусмотрен срок, сетевая организация этот срок должна, соответственно, соблюдать. Вот. Причины разные. Либо сетевая организация намеренно уклоняется, либо какие-то проблемы связаны в ходе мероприятий. Ну, такое нарушение является наиболее частым. Какова тенденция количества нарушений при подключении к электрическим сетям? Ну, да, середина лета тенденция обращений увеличилась. С середины лета потихонечку снижается. Надеюсь, и в дальнейшем будет снижаться. Но все-таки более правильно ведут политику в этом вопросе сетевые компании? Я бы сказал, что правила, на основании которых вся эта процедура осуществляется, они становятся более понятны. Для потребителей проще, также проще они становятся для сетевой организации. То есть раньше были какие-то разногласия, теперь эти разногласия, правила все устраняют. Вот. Поэтому на данный момент процедура, она очень простая. То есть заявителю даже не надо в сетевую организацию в письменном виде заявление подавать. То есть заявитель может через электронную почту подать заявление. Комплект документов минимальный просто. И сетевая организация сама создает личный кабинет на своем сайте. И там размещает проект договора, технические условия и счет сразу. То есть заключение договора осуществляется путем оплаты. То есть не надо даже подписывать и ничего возвращать. Просто оплатил счет. То есть не надо никуда ехать, не надо стоять в очередях или тратить на это, естественно, на свое время. То есть все максимально удобно для потребителей. Для обычных потребителей все очень просто. Это даже договор энергоснабжения, по которому будут оплачиваться услуги. Также можно, вот там же размещается в этом портале сетевой организации. Все это предусмотрено, все просто, легко и доступно. Александр Александрович, но тем не менее нарушения есть. Какая ответственность за них предусматривается? Какие штрафы? Да, конечно, чтобы все-таки у сетевой организации стимула нарушать правила не было. За нарушение их, в общем-то, предусмотрена административная ответственность. Она предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Что нам эта статья говорит? О том, что за такое нарушение на сетевую организацию возлагается штраф от 100 до 500 тысяч рублей, если такое нарушение было первый раз совершено. А за повторное нарушение тех же правил сетевая организация уже привлекается на более крупную сумму. Это сумма от 600 тысяч рублей до миллиона. Существенные. Существенные, но самое главное это то, что помимо юридического лица административный штраф также накладывается на должностное лицо сетевой организации. То есть, когда сотрудник сидит, он говорит, ну нарушу и нарушу, там сетевая организация оплатит. Нет, то есть сетевая организация оплатит и ты как должностное лицо, ты тоже оплатишь. Здесь штрафы, конечно, чуть меньше. То есть, они от 10 тысяч до 40 тысяч рублей за первое нарушение, а за повторное уже от 40 до 50. Но самая серьезная такая вот мера воздействия – это то, что за повторное нарушение на должностное лицо может применяться такая мера, как дисквалификация занимаемой должности. Ну то есть, это когда человек отстраняют от занимаемой должности. Ну там сроки устанавливают суд уже до трех лет. Регламент понятен, четко прописан, самое главное – его не нарушать. Да, да. А для потребителей он прост, и для сетевых организаций тоже все легко. Спасибо вам за интересную беседу. Не что. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.